Друг, а перед тем как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали 2000 лайков. Давайте побьем этот рекорд, и если вы хотите, чтобы ваш учебный год закончился максимально отлично, чтобы у вас были самые лучшие оценки, то поставь лайк, и у тебя будет самый лучший выпускной и самое лучшее лето. Просто поставь лайк ради лета. Всем привет, дорогие друзья, это MotorRP, и сегодня я буду проверять Mercedes на Offroad... Да, видимо, сегодня я это делать не буду. Кто-то оставил просто огромную полицейскую лодку в горах. Ах, что? А это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Честно говоря, я удивлен. Мне хотелось проверить сегодня мой новенький Mercedes на то, как он может себя показать на Offroad, но забравшись на гору, я встретил тут просто огромное большое судно, и я просто в шоке. Это действительно, походу, рабочая лодка, которая еще и работает, чего в нее даже можно сесть. Но у меня нет прав на судоходство, то есть я не имею права кататься на вот таких вот лодках. Ну и тем более, как бы я мог бы на ней плыть, когда нигде нет воды. То есть, ребят, чтобы вы понимали, вот где мы, а вот где вода. Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы дотащить эту тачку, точнее, ой, лодку, вот такой вот катер до воды. Честно говоря, тут очень высоко. Я не представляю, как это могли вообще сделать, как дотащить. Возможно, у этого человека тут дом, и он тут хранит свои вот эти вот лодки. Ну, допустим, даже если это так, но что делать человеку, как он будет ее дотаскивать, это просто на самом деле жесть, потому что огромный катер посреди горы. Нужно с этим что-то делать. Так не должно быть. Лодки никогда не должны оставаться на таких местах. Честно говоря, я постараюсь дотолкнуть его до какой-либо воды ближайшей. Честно говоря, я надеюсь, что это может получиться у меня. Но просмотрим, проверим. Надеюсь, что хотя бы что-то. У меня Мерседес как бы новенький, поэтому знаете, как в мультике тачки, когда, мол, не Маккун Кинга толкал. Вот так же я постараюсь толкать эту лодку, чтобы с ней что-то получилось. Надеюсь, что так что-то у меня произойдет, получится, и я смогу ее как-то оттолкнуть куда-то. И вот, она уже катится. И, блин, вот тут только у нас будет какой-то забор, но, опа, через забор она прокатилась. И мы ее толкаем дальше в город. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Походу, у меня что-то произошло с тачкой, но нет, ребята. Походу, она сейчас немножечко сделает бум, и лодки тоже, походу, конец. О, нет. Я только что взорвал свою тачку. Блин, и что мне теперь делать с этой лодкой? У меня нету тачки, и есть одна полицейская лодка. Вот как мне быть в такой ситуации? И тут еще нет ни одного человека. Никто не может помочь, а может быть, тут есть хотя бы на прокат что-нибудь? Какой-то магазин? Блин, ну тут только оружейная какая-то. Это не нужно. Дружище, а ты не знаешь, где тут ближайший прием лодок или там катеров? Блин, походу, он не знает. Вот это я понимаю просто жесть. И в этом городе ни одной души. Отличненько, просто попал в какую-то непонятную ситуацию. Блин, я даже не знаю, что делать. Этот мужик ничего не говорит, и нужно то ли найти тачку, то ли что-нибудь как-то придумать. Но тут, опа, мне, походу, действительно просто повезло. Тут стоит тачка какая-то, и если она закрыта, то мне не повезло. А если она открыта, повезло. Ребята, мы просто взяли сейчас чью-то тачку. Надеюсь, этот чувак не обидится, потому что он оставил ее тут. Но и, как я вижу, лодки тоже тут просто уже нет. Я не понял, куда это она пропала. Потому что только что она тут была, и мой Мерседес тоже был. А сейчас нету ни Мерседеса, ни просто даже никакой лодки. Странно, куда она могла подеваться, если тут в городе вообще никого нету. И вот это вот непонятно. Окей, а если я напишу слэшкарс и посмотрю, где находится мой Мерседес. Написано, что он там же, находится на том же самом месте. И так, что-то я не понял. То есть он находится тут. Вот он, мой Мерседес. Но, блин, что-то его... Я не вижу его. То есть, походу, он сломался. И его убрали, потому что он взорвался. И он вообще не может числиться сейчас. И, походу, нужно ехать обратно в автосалон, чтобы его как-либо восстановить. Хм, довольно-таки странно. Но постараемся разобраться с этим. Может, все-таки взберемся обратно на гору и посмотрим, лодка там или нет. Окей, давайте это сделаем. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Мордор РП? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой андроид-телефон. Не обязательно иметь мощный смартфончик. Достаточно будет даже слабенького Хонора, Самсунга или Хуавея. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру Мордор РП. И ты обязательно кайфанешь, потому что она абсолютно бесплатная. В ней нет никакой либо рекламы и тем более, дорогие друзья, тем более она в онлайне. То есть ты можешь играть с друзьями или со мной. Поэтому, пока ты думаешь, твои друзья уже играют на первом серваке. Обязательно заходи и начинай играть. А также, чтобы сразу же получить много денежек, как у меня. Как видите, вот действительно денег много. И имеется вот такой вот автомобиль. Да, конечно, я его только что забрал в городе. Но все же, чтобы получить столько же денег, как у меня вот такую вот большую сумму. То смотрите, ребят, что нужно сделать. Когда зашли вы в игру, вам нужно будет в чатике написать слэш меню. Вот так вот пишите слэш меню. Далее, ребята, открывается вот так меню игрока. Тут бла-бла-бла. И вам нужна вкладка посередине. Промокод. Вот это вот. Нажимаете вкладку промокод. Далее, ребята, тут появляется вот это вот окно. И вам нужно нажать на кнопочку ввести промокод. Нажимаете на нее. И после чего появляется новое окошко, в котором вам нужно будет написать вот так хэштег. Потом 2023. Пишите вот так хэштег 2023. И надо нажать на кнопочку далее. Вы просто нажимаете на далее. Больше никуда вообще. Просто вот единственная кнопочка. Это максимально далее. Окей, нажали. И сразу же получили крутой и очень интересный бонус. С помощью которого вы можете купить себе теперь тачку или что-то еще. Теперь у вас будет денег столько же, сколько у меня. Абсолютно большое количество. Вот тут вот. Так что пробуйте. Хэштег этот работает. Все четко и интересно. Да, ребята, вот она полицейская тачка. Она находится опять же на этом самом месте. Я не знаю почему так. Я постараюсь еще раз ее оттолкнуть на воду. Но я не знаю. Получится ли вообще это или нет. Но давайте будем толкать ее. Но теперь, кстати, она тяжело. Она вообще с места не сдвигается. Как будто ее кто-то поставил уже в этот раз на ручник. Окей. Блин. Попробуем ее тут подтолкнуть сзади. И ну-ка. Но очень, очень тяжело теперь это делать. Действительно, как будто она на каком-то ручнике. Видимо, это реально чья-то тачка. Это чья-то лодка, которую спавнят именно тут. Потому что это чья-то хижина или что-то еще. Поэтому, ребята, блин, если вы знаете хозяина этого места. А чья, собственно говоря, чья-то, чей этот полицейский катер. То обязательно напишите мне в комментарии. Мне интересно будет сидеть с ним ролик. Потому что я был удивлен от этого. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам видос понравился, обязательно пишите кодовое слово полицейский катер. И вы обязательно попадете в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был ваш любимый Личи. И я поехал с этого странного места, где в горах у нас находятся полицейские катера. И всем до скорых встреч. Я полетел. Ю-ху! Ес!